ребят всем привет сегодня у нас на ремонте вот такой вот samsung довольно таки старенького образца здесь у него еще ccfl лампочки подсветки значит моделька его le 32 r81 b значит проблема следующая включаешь в резетку дежурная лампочка горит сенсорное здесь управление касаешься к пальцем сенсора ничего не происходит он не переключается в рабочий режим сейчас я вам продемонстрирую значит вот у нас сенсорное управление значит подаю напряжение на него значит вот у нас засветился светодиодик теперь пытаюсь включить ничего не происходит так сейчас будем разбираться в чем проблема вот так выглядит этот телевизор внутри значит это у нас материнская плата стоит блок питания значит плата управления матрицей инвертор значит здесь у нас стоит инфракрасный датчик и плата с сенсорной панелью исходя из того что у нас индикатор светится на сенсорной панели значит можно судить о том что материнская плата запитывается по крайней мере дежурным напряжением 5 вольт но я хочу убедиться что на самом деле приходит 5 вольт значит я сделал тут вот такую вот набросочку эти пины соответствуют вот этому разъему и нам нужен вот этот пин sb так смотрим 5 вольт четко стабильно у нас присутствует то сейчас нам надо убедиться на то что сенсорная панель реально реагирует на палец и дает сигнал на материнскую плату на включение давайте перейдем на сенсорную панель ну что ребята вот это у нас плата сенсорной панели управления давайте сейчас пробежимся по контактам проведем измерение так значит первый контакт ничего 2 3 3 вольта 3 вот на третьем контакте у нас должен быть висеть сигнал на включение материнской платы так касаюсь кнопки включения видите у нас происходит реакция но телевизор не включается значит сенсорная панель у нас сигнал как бы дает вернее она садит на землю 3 3 вольта и материнская плата должна понимать что происходит и тогда уже запускать телевизор значит давайте сейчас перейдем на материнскую плату и посмотрим есть ли сигнал на блок питания на включение блока питания значит так ребята нас теперь интересует вот этот вот нижний контакт ps это сигнал на включение блока питания давайте посмотрим что тут происходит у нас вот смотрите какая ситуация сигнал с материнской платы поступает блок питания не запускается идет сброс перезагрузка и опять старт сигнал на старт блока питания и опять перезагрузка значит у нас не запускается блок питания будем сейчас ковырять блок питания так то скачала из интернета схему на этот блок питания значит схема состоит из двух частей значит первая часть это преобразователь 5 вольтовый у нас дежурного режима и и вторая часть это уже силовой блок сам это первая часть схемы на в принципе и не нужна так как у нас работает преобразователь 5 вольтовый значит у нас тогда напряжение поступает и на диодный мост и на конденсатор и запитывает вот эту вот всю часть значит нас интересует вот это вот цепь которая идет она вот на эту часть платы значит это питание у нас силовых ключей вот она это нам нужна цепь раз и вот у нас питание шим контроллера вот этого это два вот эти два напряжения мы будем сейчас мерить ну давайте начнем вот с этой точки давайте найдем вот этот вот резюк rm 801 и с него начнем не успел я ничего пока еще промерить нашел я резистор вот смотрите что я обнаружил вот здесь вот прогар черная вот здесь какие-то окисления значит снимаю сейчас плату питания и провожу полностью визуальный осмотр хотя вот этого я сначала конечно не увидел он тут заставлен радиаторами конденсаторами и не видно его было ну снимаю и смотрим плату я принципе все пересмотрел никаких больше прогаров нигде не обнаружил значит давайте возьмем приборчик и измеряем вот этот резистор подгоревший так сопротивление в мигомах ну естественно оно тут не должно такое быть значит по схеме это токовый резистор 022 ома 1 ватт значит он у нас в обрыве если он у нас в обрыве значит можно тогда предположить что один из транзисторов или оба пробиты в любом случае их надо выпаять и прозвонить в схеме это сделать не получится транзистора я выпаял значит это 9 n 50 c 600 вольт 9 ампер значит давайте сейчас их протестируем при помощи lc метра вот этого приборчика так нам надо их извлечь из радиатора чтоб удобно было их измерять так это н канал значит ставим в зажим и запускаем наш тестер этот транзистор полностью нормальный вот он показывает информацию про него всю так давайте померяем второй транзюк так этот поставим на место чтоб их не перепутать где они стояли проверяем этот а вот у нас проблема с этим транзистором значит этот транзистор не рабочий но менять все таки я буду оба так ну теперь все понятно почему у нас сгорел резюк потому что этот транзистор у нас в проборе давайте посмотрим где он у нас стоит значит вот так стоит радиатор и по маркировке он обзывается qm qm 802 давайте сейчас я возьму схему так ребята значит давайте обозначим что у нас тут сдохло значит резюк вот этот раз транзюк вот этот два значит что нам надо будет проверить значит диод раз стабилитрон вот этот стабилитрон вот этот резистор вот этот вот и вот этот вот резистор значит вот эту вот цепочку нам нужно обзвонить элементы которые стоят в цепи транзистора qm 802 я отзвонил вот эти вот проверил они все рабочие значит здесь два стабилитрона один диод и два резистора значит заказывать будем три элемента это резистор на 0 22 ома 1 ватт вот это вот и два транзистора 9 n 50 с значит после того как они приедут впаиваем и проверяем ну что ребят запчасти приехали я их уже установил сейчас устанавливаем блок в телевизор включаем проверяем ну что первое включение подаю напряжение так светодиодик засветился это я так понимаю у него сейчас автостарт будет так подождем да ребят смотрите все работает значит сейчас полностью собираю еще раз включаю проверяю так ну что ребят второе включение аппарата так подаю напряжение так запустился сейчас я к нему подключил свою медиа коробочку сейчас я выберу режим вход так внешний внешний 2 значит сейчас выберем фотки так вот у нас фото тест окей ну и давайте сейчас откроем картинку ему вот эту вот картинку чтобы растянуть на весь экран вот эту картинку сейчас включим вот так вот так ну что ребята в принципе все готово будем отдавать клиенту кому понравилось видео ставим лайк подписываемся на канал не забываем всем пока до новых встреч